к нам присоединяется тони на драконе прилетел ты меня слышишь я тебя и слышу и вижу так и прилетел на своем драконе слава богу слава богу так сейчас подожди я придумаю как тебя представить значит мастер мастер создатель автор трансформационных игр вот так вот я сформулирую наверно тогда но это будет самый понятный простой из доступных объяснений это правда сейчас книжка vexmo выйдет буду еще автор книги vexmo пока очень хорошо очень хорошо я рад насчет книги сейчас прям отдельно про это значит вот смотри за каким за каким хреном я тебя позвал сюда антон сформулировал и создал потрясающую и на мой взгляд очень важную структуру которой не хватало в нашем наборе структур у нас с вами есть путь героя у нас с вами есть путь героини у нас с вами есть путь влюбленных да и не хватало пути антигероя и вот антон его этот путь антигероя и создал и я надеюсь сейчас удивленной публике о своей системе расскажет спасибо дорогой прекрасный человек ты решил прям с презентацией будешь ты да или как я прям будет презентаж такая веселенькая с картиночками правда собранная в самолете на коленке но она есть но вот ровно включу и есть демонстрации вот несколько могут ну все я себя пока выключаю но я все время здесь и если я тебе нужен буду то точно будешь на спасибо саша скажи заклинание я сразу появлюсь я буду кричать саша помоги вот друзья меня зовут тошний федоров я автор трансформационных игр метафорических карточек возможно кто-то из вас хотя бы раз в жизни в руках держал карточки знаки вселенной либо вот такие оранжевые которые мы издаем стане мужицкой сами либо фиолетовые желтые которые уже издает эксмо бомбора и вы их можете найти в адреса зоны так далее и это одна такая часть моей истории я создаю игры игровые миры и долго большую частью моего личного бренда была история про героя героиню антигерою и одноименные три настойные игры возможно даже кто-то из вас в них играл а может быть тот из вас до долгожданный путь антигероя пишет наталья сейчас по нему пройдемся и по нему пройдемся очень простым способом коротко я всегда даю трилогию о том что есть три ну как бы части есть герои героини антигерои да есть героини это вдох наполнение насыщение это все что вовнутрь есть герой это выдох мы идем вовне мы идем куда-то есть антигерой отдышка запечатка это собственно история про и не добежал и сил не накопил и уже побежал и уже устал и вот это вот вся хрена то целом антигерой антигерои из того что я исследовал в человеческом очень она вам будет очень близко для сценарного а из того что мы обсуждали саши до этого вот и при этом история но очень живая но антигерой антигерой не в целом механика примерно одна и та же кто был у таня мужицкой на тренинге зеркала либо читал книжку таня мужицкой роман самим собой или может слышал аудио версию поставьте плюсики в чат пожалуйста собственно таня дает историю про и не хрень и потому что у нас черная часть которая впитывает насыщает это героиня ян это абсолютно героевская часть это пойти и делать и хрень это страдать вот это мариться и туда-сюда вот это вот да и носиться в этом и нянь хрень очень понятная структура а если мы говорим про человеческое то у нас героиня то очень про внутреннюю женщину герои это внутренний мужчина привет анима анимус а антигерой это такое страдающее но который этим и не туда и не рыба и не мясо и не то и несет и в случае когда мы говорим про привычный мир в котором они обитают то герой находится там где он уже но ему нужен какой-то новый вызов себе ему нужно что-то новое куда-то пойти каким-то образом проявляться у него вот эта история про вызов себе героя идет куда-то до его дом это уже понятно ему территория привет из бизнеса перешедшие в психологии в интернет зон комфорта там все понятно хочу дальше героиня эта история про привычный мир это где родители бывшие в целом пора сепарироваться от всего что мне навязано чтобы пойти вовнутрь сейчас про это поговорим еще внутрь и вне антигерой это ровно история все дураки я д'артаньян и у них вот этот мир привычная среда антигероя антигероиня это когда все очень плохо все очень все не так и все не то и всем недовольный вокруг человек и если мы говорим про задачи у героя то всегда вызов это крупная смачная цель что-то такое хочется хочется не знаю сценаристам хочется чем-то какого-нибудь голливуда эми многомиллионных долларовых или охватов ну чего-то такого когда что-то хочется хочется да героиня это всегда история про задачи внутренние про то что нужно восстановить внутренний баланс накопить стилы разобраться с тем что внутри антигерой эта история про выбрали своих внутренних антиков и демонов я как автор игр моя история это ссылку на презентацию нет но это мои посты в инстаграме я передам александр на них ссылки и он с вами ими поделиться мы попросим вот так сашу сделать да антигеройская история чем удивительно вот я делаю игры что такое настольная игра ну представьте мафию или представьте какой-нибудь дикси демагинариум монополию но если мы скрестим игру и тренинг игру и обучение игру и коучинг игру и консалтинг и мы сделаем такой идиотеймент у нас будет с одной стороны очень полезно и при этом весело а не нудно и когда пришла задача герой да была игрушка путешествие героя потом пришла игра путешествие героини я ее сделал в период моего развода и мне очень надо было понять что у меня там внутри чтоб понять что там снаружи в этих отношениях антигерой пришел уже потом как очень логично и третья часть но и не хрень но как бы все понятно но он есть это та история когда нужно выгодить своих внутренних демонов дать им погулять господин никто там был прекрасный монолог про это если но найду в процессе вам зачитаю что у нас получается герой путешествует в пространстве он куда-то движется вовне да и эта задача бросить себе вызов героиня путешествует во времени движения вовнутрь это научиться копить ресурсы силы восстанавливаться для того чтобы внутреннему герою потом пойти и дать действовать может если нет ресурсов до нас третьей части это антигерой и он путешествует нигде своих фантазиях где-то вот он бродит вот он где-то чаще всего вокруг да около и он с одной стороны между пожаром и потопом и он постоянно бросает вызов другим они себе и эта история про то что он переделывает тонну абсолютно ненужных дел базово вот мы с вами разделили героя героиню антигероя любимый мем я всегда говорю о том что антигерой это тень это в путешествие героя на этапе теневом битва борьба по-разному все его называют но суть однако там у нас файтинг вот чек остался в этой тени и он не пошел дальше по этапам героя а он пошел в загул вот загул это путешествие антигероя когда он остался в тени он ее проживает и так в путешествие антигероя толком до меня никто не описывал ну то есть я отчет порывался я немножко чего-то нашел но 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 в целом все это было вилами по воде и очень странно и дико захотелось найти вот эту историю этапов потому что мертвых я дико благодарен за книжку по участию героинь этапа она описала расшифровывая сильно по-другому но структуру она вывела антигероя мы вводили с друзьями включая есть такой друг слава назаров сценарист его слава надо со мной вместе подумать пойдем думать пойдем думать и мы славы вместе думали и параллельно я смотрел на все истории которые у меня не вписывались не в моей жизни не в кино не где-то еще у меня не вписывались сценарий героя либо героини они все собственно свалили в третью часть в хрень в антигероя если вы захотите посмотреть по примерам то из того что мне первое приходит в голову это дракула четырнадцатого года но как бы это прям очень близкое кино вот довольно стандартным антигеройскому сценарию что-то еще начитаю сейчас нарыл по чатам когда мастеров обучали списки по киношкам где какие-то этапы хорошо видно путешествие антигероя этапы нулевой этап жестокий мир как мы уже обсудили с вами все начинается с того что антигерой или антигероиня страдает дома все не так и в окружении вокруг все вообще вокруг не так все не то все не так вообще да и вот в этом находится вот этом брюшание жужжание недовольстве нетерпимости нетерпению и в таком что себя в этом состоянии узнает отправьте какой-нибудь маленький вместе поржом но у всех бывает все живые люди как это принцесса не пукает в 30 прорывай но у всех бывает первый этап мы поняли где находится антигерой нам показали просто декорации всем недовольным все не то у нас идет вдруг его столкновение с миром он каким-то образом с этим миром вокруг взаимодействует и там есть три возможных развития сюжета первый он сбегает он валит от этого мира который вокруг ему не нравится он в домике и уходит и он куда-то сбегает и все уйду я от вас плохие вы не хочу быть больше с вами ну что-нибудь такое подчиняется то есть он недовольный сгорбленный он заходит в эту историю ну да как это жизнь у верблюда у верблюда два горба потому что жизнь борьба вот он подчиняется но очень недовольны подчинение такое не формата но если понимать о чем а такое ну недовольство и третья история это такой каприз меня выгнали как они могли то есть он не сам сбежал а его прогнали скажи иди ты лесом и иди отсюда то есть все три варианта событий сам сбежал выгнали ли подчинился ужасно этим недовольным дальше идет этап у нас с вами конечно же доказульки доказульки это как я вам всем тут покажу всем докажу и махает кое чем саша у нас 18 плюс есть ограничение я могу какие-нибудь словца вставлять или аккуратненько с речью так на всякий можешь можешь ты спасибо дорогой все что захочешь я вам тут всем докажу покажу вы у меня еще по пляжике покажу вам знаете такое состояние ну я тут я уж думал что ты что но ты прям ну ты все-таки ну пипин я не сказал границы то берега то не путай что поделать и у нас дальше получается следующая история дальше начинается придачи там он спрашивает про хранителя собственно тут у нас хранитель он идет ровно с тем что хранитель быть дорогой погоди не беги ну что ты сейчас же наделаешь глупости и антигерой посылает внутри буквы далеко и надолго и идет дальше и начинается искушение потому что всегда приходят соблазны и всегда приходят с той стороны с кем он ну типа в контракт и он пытается соблазнить взятки и измены еще что-то ну там прям стандартная история простой пример давайте возьмем например история про не там не знаю человек в отношениях недоволен отношениями все дети нахуй выходит хлопает дверью ну то есть сам сбежал в момент скандала домашнего да либо подчинился поджал губы и недовольный дома ходит бережит ну либо третьего иди ты отсюда из дома гоняю доказывали начинают я тебе докажу как это на кухне типа а как это будешь знать кого потеряла ну что-то нибудь такое а ну-ка бы нас это все вот эти махания пипиндрой дальше есть история когда кто-то говорит ну что ты сгоряча то тут ну не руби с плеча ну сейчас может помиритесь ну чё ты можешь семейному терапевту пойдете иди ты к своим психотерапевту знаешь куда продолжается накал эта история накаляется каждый этап и дальше я всегда говорю метафору антигерой это очень похоже на гору наверху горы будет босс будет прям вот как он виду на игрушках босс он скоро будет а тут как бы начинается вот эта история что я вроде оттуда хотел сбежать но я все равно остался в этой системе координат знакомств остановками или семейной системной терапии вот там это очень хорошо объясняется но когда я ухожу откуда-то фокус откуда я ушел а никуда и вот тут такой ну все пойду значит налево и направо буду изменить говорит персонаж и на этом ну так в жизненном примере у нас очень красивая история она может быть какая угодно можете любого персонажа сюда запихнуть 12 типов персонажей сейчас обсудим антигеройских их 12 штук все очень стандартно по пунктам есть когда мы говорим про что дальше у нас начинается битва у нас начинается самая верхушка этой горы злодейства когда персонаж собирается наверх этой горы страданий и злого мира он добирается до главного злодея и тут в один запахнул и он его кукает она убеждает и факту в этот момент антигерой все я разрулил эту историю сейчас я всем доказал что мир будет добрый как я хочу чтоб все в розовых штанишках ходили ну что-нибудь такой и тут начинается коронация на него надевают корону и выдают скиппьютер державу и он становится главным в этом мире все мир теперь будет добрый как я хочу и теперь главное зло он потому что он методами этого мира через подкупы и замены взятки и прочее добрался на верхушку этот персонаж и оказавшись наверху он не может всю систему сразу изменить он оказывается наверху и он теперь главное зло и когда он главное зло он всегда заигрывается в эту власть или пробует всех вылечить или всех исправить чтобы все были вот как он считает правильным и добрым вот так должны быть все добрые все должны с утра до вечера ходить с улыбкой я сказал как это люблю когда муж рядом я сказала рядом да ну то есть вот очень понятный персонаж очень понятный процесс сложно когда мы рассказываем там высказывает а по герою или героини там все проще там песня льется когда я говорю про антигероя там каждый следующий этап идет вопреки то есть там каждый следующий этап повышается градус абсурда и тяжести процесса все посмотрите это герой вывернутый наизнанку ну просто не задом вперед а именно наизнанку каждый этап потому что у нас есть также битва и он побеждает есть также хранитель и он все он делает просто через жопу ну как бы все чертика и вот он значит заигрывается в эту силу свою золотую корону антигерой и падает с престола ему либо подножку подставляют либо его скидывают потому что он не нужный тут персонаж там без него уже все собрано в этой системе в этом королевстве и падает падает с горы помните уже на гору мы поднимались вот он с горы падает скатывается с нее вниз и у него начинается период из купляшек я их ласково называю тот момент когда он понимает что он наворотил такую хрень он натворил такую хрень и он идет исправлять свои ошибки он идет признавать что он из чистого вот этого бреда эго из состояния у вас тут все не так я всех вылечу рыбе крокодилье лапки пришлю все у меня ходить будут помните он шел нифига не из общей истории он шел из истории того что это его ну как бы очень нездоровая раненая травмированная душа в этой всей истории вытворяла вот такое и он такой блин это я все вот это все я наворотил чего я натворил и он видит исправлять свои ошибки а какой же какой-то фильм где очень книжка что-то было где очень красиво были показаны из купляшки я просто антигероя уже два года не рассказываю два года не обучаю поэтому я сейчас такой у меня это немножко дебют вспомни что было у меня был какой-то пример про искупление может быть вы в комментариях накидайте пожалуйста было где-то когда на куеверки если будем честно давайте уж по грустному и дальше пошел все исправлять и везде все ну как бы перед всеми извинился то есть что такое исправлять тут признал что мир на самом деле ну как бы все совершенно и не идеально и это окей тут признался в взаимодействии с миром пошел значит перестал доказывать извинился кому махал пипиндрой дальше значит ну как бы пришел к хранителю к родственнику или кому-то кто пробовал привести в чувство и поблагодарил сказали был мудак да как бы и дальше но не повелся на все эти истории и восстановил по факту баланс и после этого уже может идти либо в героя либо в героиню идти в здоровый из двух сценариев красивые истории с купляшек она выглядит всегда очень просто а был фильм а я пришлю его саша если вспомню он был из последних там играла женщина американская комедия блин я так часто его приводил в пример она короче пошла по головам и ей нужно было получить должность чтобы стать партнером в юридической фирме в нью-йорке и она в итоге всеми пользуется весь процесс типа ради очень благой цели чтобы доказать что она может быть партнером типа очень ключевым лицом в компании и она выходит доходит до этой истории и дальше в конце она приходит и перед всеми из нее был помощник который ей всю жизнь очень верно служил она его отфутболила в какой-то момент она приходит извиняется перед ним делать ему подарки дает ему крутую должность был мужик которого она использовала ради вида что она в классных отношениях вот он с ребенком она такая молодец такая социальная она приходит к нему извиняется все восстанавливает и контакт с ребенком и с мужиком вот классный был фильм я не помню как он назывался очень красивый это ровная история про ну как бы я исцеляюсь через этот маршрут про дальше что происходит по факту антигероев бывает 12 видов банальные простые 12 архетипов по пирсон ну как бы они прекрасно ложатся сюда же когда мы поворачиваем каждый наизнанку берем теневой аспект у нас разворачивается история капризули это архетип ребенка простодушного и по факту он что делает его тайное желание он не просит безопасность он ее требует он топает ножки кряхтит требует конфету как бы вот это все и здоровое решение но по факту пойти купить себе эту конфету и себя ну как бы побаловать решить себя потопать собственно в игре например если пойдете к кому-то из моих мастеров поиграть там прямо в игре капризуля проживается ровно потопать ножками кряхтеть кулачками стучатик хочу конфету вот это прям шикарная история кому давно чего-то себе хотелось возможно это просто архетип ребенка но в теневом аспекте антигеройском капризуке до иллюстрации из игрушки и блин они такие классные 300 лет и уникал следующая на стадии но архетип у нас идет есть ребенок есть дальше с одним идет мудрец и история мудреца мыслителя это но в чистом виде она работает же очень просто в чистом виде мудрец мыслитель работает по принципу ну я разбираюсь со знанием я ищу то самое знание чтобы его ну кого передавать миру вот это все да в теневом аспекте это требование послушание прилежности это вы должны вот это все знаете анекдот вы наверняка и вы знаете про про целебат ну переписывали святую книгу анекдот притча ничего личного никакой из конфессий переписывали священную книгу ну сказка такая и там написано значит целебат один звонок слушайте а вы как переписываете до следующей версии давайте оригинал посмотрим но не оригинале в подвале мы к нему не пойдем ну зачем давайте все-таки глянем ну нет не пойдем не могут найти значит монаха несколько дней спускаются в подвал сид рыдает чё рыдает он такую букву пропустили целебрейт они целебейт но как бы вот ровная история у нас про мудреца она сильно сюда но когда вот это вот знание кривое и мы превращаемся в гуру училку которая говорит как надо кто узнает себя чесноку кто узнал себе капризу или гуру вы прям пишите это слово в коменты пойдем взрослыми у меня бывает режим училки я его осознанно выгуливаю у меня прям бывает такая история очень смешная когда на вебинарах я прям на учебе крышки сейчас будет прям тень не надо училку выиграть полчаса давайте постебемся это прям шоу обычно сделать ли бром даронь старший куратор либо иногда я нам что-то пишут главный герой дня сурка не пример антигерой исправляющих в конце хотя здесь больше тип падшая душа слушайте вопрос с какой стороны мы смотрим почему я всегда за игры например но это моя история стою на столке потому что каждый вид по-своему например мастер игры никогда не эксперт жизни другого человека но эксперт в том как провести игру и гуру училка прекрасное состояние у меня оно бывает я его люблю я могу училка вышла если залипаю в какой-то роли еду играть вытаскивать вон училки посыпались в комментариях здравствуйте дальше у нас с вами еще есть история с кучаше и ждун а это от исследователей архетипы искателей ему нужна большая дорога но он не идет в нее а требует от других помним у героя вызов себе у анти героя вызов другим он такой какого хрена нет движухи почему все не танцуют так пойдемте уже куда-то почему мы никуда не идем не задолбали никуда не идти и простое решение как можно прожить ждунаску чашу это подойти к зеркалу и ныть пока не прорвет ржать над своими серьезными вещами гениальное упражнение сделайте потом показывайте в столе ставите меня будем вместе ржать буду вас репостить хвалить как выгуливать училку был пример на экране писать письмо с требованиями отправить по выданным адрес пометки очень важно и срочно смысле можно написать письмо которое ну прямо отправить самому себе шикарный инструмент прям лайфхача но прям требую от себя требует мира требует всех только никому не отправляем пожалуйста это но выгуливать письменно очень простая практика ли приходите по мастерам следующая настройка шут который блин но по факту в его страшной версии это история клоуна посмешище но то есть когда он требует от всех кайф и удовольствие какого хрена вы не радуетесь какого фига вы не получаете все удовольствие ну-ка марш быстро кайфовать я сказал да простое решение одеться очень глупо нелепо выйти на балкон и представить что весь мир подглядывает осуждает очень смешное состояние можно лучше делать с кем с друзьями вместе но реально прям вот одеться просто идиотично штаны на голову ну прям вот просто идиотично замотаться в какой-нибудь плед помните было шоу из-за изоляции народ развлекался во время пандемии но вот тут только такое ну прям клоуна да и прям выйти на балкон может строить себе смешную фотосессию с друзьями весь мир меня видит ну прям вот довести до абсурда дальше у нас в этой тройке где шут с ним же славный малый воин у нас с ним идет история очень простая у нас идет история что славный малый свой парень есть такой хороший дружественный его антигеройский формат это лжец это лгун это врун врунишка ну вот тот кто врет и он требует принятия ну что ж вы я к вам со всей душой а вы и сволочи такие то всегда узнал бывает же признавайтесь и живые люди да чё делать узнаете своя знакомство вещь чужое фото выдумать им и час честно отрываться от души если есть любимый человек можно вместе это сделать честно но вот так по-доброму но прям по-хорошему но прям вот честно врать про себя вот она очень смешно это эффект попутчика я очень люблю найти даже вечная история в поезде когда придумываешься другое имя да другую какую-то профессию когда ешь в поезде болтаешь в сапсане ехал год три назад было очень прикольно просили что-то я говорю да я художник да я очень известный художник мне нельзя назвать мое имя ни в коем случае вы пойдете гуглить ну как бы я хватило минут на пятнадцать даже я зажал сказал сори стебусь вот на инстаграм вот это очень прикольно и это такая история но признаться что мы живые мы живые люди мы все равно врём по тысячу раз в день и это так или иначе происходит не другим так себе история задиры это тени архианте героя воина героя персонажа у вас сценарий который требует чтобы была разборка справедливость он обязательно куда-то лезет вояка такой ему надо вот очень забавный архитект да теневой аспект прекрасный задирок хочу делать линейку померить длину глубину но 17 плюс поэтому могу такие шуточки рассказывать правда очень работает пойти помериться прям помериться вот но или простой вариант пойти в бокс и постучать у вас персонаж например в сериале или в книге где-то да будет ну ровно задира то один из инструментов его выпускать не тени наружу он может купить себе биту или пойти с тренером только не груша мешок правильный когда ходил мне рассказывать это должно выходить это нужно где-то выгуливать но очень экологично за это люблю игрушку и за это всегда говорю что есть простые способы как это выглядит чтобы случайно я под горячую руку никто не попался из близких и вы никакой фигни в жизни не сотворили в кино понимаете можно развлекаться а история любовника архетипа эстет это разврат за у вот это все требует близости почему меня никто не любит у вас может быть такая фразу персонажа какого фига всем не до меня я тут хочу а ты вот это вот все очень классный инструмент для развратника это написать письмо а-ля любого записка восемнадцатом веке можно даже никому не отправлять прям с охами ахами или там я не знаю сейчас вот у меня из историй я очень люблю великолепный век сериал он прекрасен в общем это нужно мозг вырубить на два часа я серию включаю мне так хорошо и там эти письма когда херем пишут сулейману о великолепный самый мудрый властелин моего сердца ну прям прям и там можно оторваться ну вот прям выгул этого теневого персонажа вот формате письма гениальное упражнение я придумал мне она очень нравится будете делать пожалуйста выкладывайте stories так эти меня вместе будем ждать следующая история колдун ведьма теневая страна амада волшебника вот этой всей истории ну как бы у нас вами сказочных персонажей точно не знакомые да ну как бы вспомним волан-деморта кого нельзя называть да например ну как бы в 10 про него был ну как бы фильм то вот ну это будет чисто антигеройский сценарий так у нас он просто второстепенный персонаж проживающий ровно это да чё требует требует реализации в целом архетип мага у нас про что алхимик это что-то изменить что-то проявить какую-то вот внутреннюю силу что-то реализовать в мир да но тут он требует это постоянные требования антигеров они вечно от кого-то что-то требует что делает очень смешной инструмент напишите рецепт злого зелья ну прям по-взрослым поиграйте в это ну прям вот прям битом берем котел 7 лягушачьих лапок трата ну это прям очень смешно у бунтаря теневая сторона скандалист истеричка требует справедливости ну что же вы люди как же это было блин фильм был когда на в конце трамвайчики уезжает старый-старый классный фильм как люди ну что же вы такие жестокие вот ну там уже такое прощание да чё делать прекрасно работает у скандалист истерички пойти выкинуть сто лишних вещей из дома шикарный фильм был назывался по-моему сто вещей и по-моему европа снимала очень классный а вот история скандалист и истерички но как бы надо поскандалить это просто избыток энергии да в чистом виде что делает бунтарь лучше сдохло слезь он так приходит убирает то что не работает то что не нужно выкидывает лишнее чтобы потом пришел творец что-нибудь создать а вот когда бунтарь пытается скандалить и истерить ему просто можно дать задачу прибраться прекрасно работает отлично грязной тряпкой бить пол вот прям скандал просто великолепно не зачем бить посуду можно просто тряпкой бить пол очень работает монах заботливый теневая страна озабоченность спасательства привет треугольник карпа на раба любви михалкова да и славян трамвальщики вы звери вот ну как бы дать такое настроение но но может быть очень разные там оно ну по-другому но и звери если мы говорим про спасателя теневая страна монаха и он требуется все было правильно все было вот прям по пунктам носочек носочку да какая фишка у спасателя чем он прекрасно лечится исцеляется пойти в собачий приют и дать помощь именно там где она нужна не приставать к тому кто не просит это вечно жены становящиеся мамами собственным мужьям и вот это все да и не сепарация родителей к детям да а пойти у тебя есть избыток заботы но отдай его туда куда надо но пойди в приют собачий помоги вот последняя парочка тиран ну собственно обратная сторона антигерой правителя короля тиран тиранесса и стоя требует чтобы все подчинялись это узнать я сказал был мультик босс молокосос вот там были эти элементы тиранические да ну прям чё работать мое любимое упражнение дарю оно работает вообще прям 10 из 10 раз просто топ расставить дома все по порядку ну например у вас есть тарелки но расставьте их по размеру или книги под цветам радуги или все баночки ванны расставьте сначала по высоте бутылки потом по остаткам жидкости в банке попро покомандуйте чем-то вот это мой датыр и и и и этих и тряпок командир но это надо прям выпустить внутреннего мой датыра ну как бы здравствуйте тоже очень антигеройская фигура имитатор перфекциониста эта история обратной стороны творца-креатора имитировать бурную деятельность делать вид что и вот я уже 18 лет рисую картину и уже провел 7 конференций о том как надо рисовать картины почему я до сих пор не дорисовал кто там сценарий пишут уже очень много лет но вот имитация бурной деятельности ровно та антигеройская часть когда я вот уже веду 47 эфир в фейсбуке рассказывает о я никак не могу до воссоздать третью страницу сценария потому что делаю нечто гениальное очень рабочая история звонить друзьям или суши сейчас буду это ныть дай мне пожалуйста пять минут можно даже вам сейчас не нужно будет прям под по чесноку у тебя поныть и прямо доказать как ничего не получается как все сложно это очень смешно дальше она всегда выходит в ржач либо в зеркало один из любимых инструментов для выгула это конечно ведерко у нас есть любимая история но как бы надо выглядеть куда-то можно в ведро представить волшебно и все в него туда поныть покричать порыдать вот там все 12 аспектов какой сейчас лезет очень экологично рабочие сходить к мастерам у меня в нельзя грамме в шапке профиле есть ссылка на сайт мастеров можно выбрать себе мастера пойти к нему поиграть глубоко погрузиться сейчас я с вами такой экспресс за 40 минут просто рассказать лекционно прожить и возможно вам изнутри станет очень понятен тот сценарий который вы можете писать в мир и выдавать вот собственно открою 12 штук вы напишите какие у вас самые явные сейчас вы видите тени которые можно как-нибудь бережно экологично повыгуливать перфекционист тиран задира задира училка 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 у меня училка знатная ну конечно у тебя самая крутая учителька да ну как у кого-то самый мощный колдун задира я училка пирсаж сажа приходи ко мне сюда а для меня открытие про типа антигероев очень интересный пир штата александр александр возвращайтесь вы ко мне же вот он рад ли он ся до улетела вернулся да расскажи мне про свою училку как ты выгуливаешь вот так что этой мира полезной никого не ранит и теперь хорошо где вы это в ее бываешься разу я я запишу я запишу это понимаешь если вывалить это на учеников на своих да то это может ну и мне понравится например и вообще когда ты очень решительно и энергично сообщаешь людям что дважды 2 равно 4 они же начинают спорить и говорить что дважды 2 александр это же стеариновая свечка о чем вы тут говорите вот поэтому у меня в к вот когда через текст да то есть когда ты пишешь через текст и у тебя че проходит ну как бы яд уходит яд уходит остается лекарство то есть интонация уходит остается контент ну вот и все контент это моя любимая присказка я всегда ее повторяю моих именно ученики мастера игр они знают какие фразы ассоциируется тоже кроме легко радостно и вовремя все контент и это правда ну то есть история антигеройская это правда яд но этот яд можно как-то очень красиво прожить и да в дракуле 14 года он не дошел до искупления он у нас умер на этапе он падал с престола и упал разбился ну как бы у нас история дракула 14 год закончилась на седьмом этапе но по-хорошему как но там в целом он такой тяжеленький и если мы говорим про историю антигероев спасибо саша я соскучился лишь я давно не обучаю этим играм я уж устану может обучать можно нельзя офигенно офигенная концепция ты понимаешь что это то что ты сделал это то что останется навсегда ты войдешь этой хернёй в историю вот это да это я прям с тобой согласен я учусь это признавать друзья презентацию можно вы можете написать мне в директ в мизограмме я вам скину хэштег по которому можно найти эти посты это просто скрины моих постов слушай а ты ее у тебя нет одним файлом она я инсту ссылку на инсту я вам дал ребят напишите мне в директ я вам пришлю этот хэштег по которому эти все разными презентациями антигерой требует от других а это круто элементарно нафиг додумаешься спасибо спасибо вот то есть правда вся история разница первого и антигероя герой но предъявляет себе он бросает вызов семье чтобы пойти в путь антигерой требует от других и бросает или вся уху поели дорога да абсолютно кстати вспоминаешь из персонажей поделись то у тебя из персонажей такие топ-3 антигероя я буду уже мальчик спать но я думаю что уолтер вайт прежде всего мистер уолтер вайт я думаю что герой я не помню точно его имени из фильма ставка на понижение чувак который играл против рынка до которого играл вот этот вот ну тот ну вот ты понял ну вот это вот ну скажи ты но вот же я тебе щелкаю вот же я тебе щелкаю эту фамилию но на самом деле ты знаешь я же в романов своих пытался исследовать вот эту антигеройскую историю у меня там был персонаж краденый персонаж по имени лупоглазый это фолкнеровский герой герой из романа фолкнера светилище который изнасиловал девушку кукурузным початком то не аж подавился водичкой вот на самом деле по этому роману был снят фильм в котором нет ни изнасилования ни кукурузного початка это действительно но жестко жесткая очень история его линчуют вот нет ни чуть его казнят по моему в итоге на вот и и я сделал себе героя такого лупоглазого просто вот абсолютная тьма такая и я хотел его продлить сделать так такую большую большую книгу но в третьей книге его убили и и он отказался оживать дальше и я такой решил ладно на этом мы закончим я полистал чатик рабочий с ребятами получился на мастеров антигероя чего они по фильму накидывали вам посмотреть возможно я дебют режиссерский дауни младшего дракула 14 года маска от заката до рассвета вампиров победили а в конце показывают что это только верхушка древние пирамиды ну собственно мы как раз оказываемся на этой точке спектакль джекил энд хайд не знаю что это вот это из того что мне накидали на чате наши мастера собственно наверное цитаты хочется закончить из господина никто кормите своих демонов нажимаете на пол и педаль акселераторов целуйте до боли в скулах желанных женщин делайте татуировки бейте стаканы и морды хамом распевайте пьяными песни на улицах прыгайте с парашютом улыбайтесь дети на соседних машинах через стекло автомобиля кормите ваших демонов потому что ваши демоны это и есть вы вы настоящие не пастеризованные не рафинированные не стилированные не профильтрованные моральными устоями семейными ценностями общественным мнением отеческим порицанием кормить их иначе они сидят сами себе останется и шаговка того чем является человек эпидермальная оболочка личности надутая комплексами они чувства ненеализованными желаниями а не эмоции и не избыточными фантазий вместо уверенности в себе кормить их и не ждите пока они сами без вашего деда и желания в один момент вырваться наружу разорвут вашу душу ярко вспыхнув от перезбытка кислорода сгорят навсегда ли увлекут вас на самое дно где вы станете вечным исполнителем своих пороков а не режиссером своих авантюр кормите своих демонов а не следите не бойтесь их пусть их боятся другие демоны давно мертвы но правда история антигероев это демон тень дракона то есть любой образ который с одной стороны табуирован но на самом деле это просто нереализованный кусок который но пережали на себе метафора что такое токсичное отношение это отношение в которых было слишком много ресурса и он стух и стал вонять стал токсичным то есть мы какой-то ресурс не использовали и мне кажется мы говорим про сценарную всю движуху персонаж антигероя он ну-ка бы геройский сценарий он очень стандартный у нас появляется героинская история и мы видим вкраплениями поэтапно еще как-то и пробуют вкраплять и производить мир как антигеройскую историю антигеройская история абсолютно красивая тем что она она очень паранормальных людей но мы все живые ну мы все ходим в туалет мы сильно злимся у нас есть разные эмоции и чувства я вот точно помню когда у меня проснулся очередной виток гордыни я до переезда в турцию живу в черногория до этого на кипре я иду по пляжу захожу в продуктовый магазин а там стоит полка с книжками ну так среди кока-колы из шоколадных батончиков и масок для плавания и на полке стоит книжка кого александра молчанова и я фоткаю пишу саша ну саш ну ты крутой ты даже в продуктовом магазине на пляже я такой были как круто я знаю автор этой книги это часть которая может быть стороны застыдить сказать ну ты чё тут что-то охуел вы сашей общение близкие друзья ну чё ты алё а может как это мы же все одна банда красиво ну про вся антигеройская история очень классно сходите поиграть к мастерам кайфоните получите удовольствие и это невероятно я считаю что антигеройский сценарий он самый нежный из всех троих потому что в нем оголяется то что стыдно то что не принято то что больно то что очень страшно и там мы очень живые чувственные настоящие вот все отпускаю но ты знаешь это же в целом вообще основа драматургии да то есть фундамент взаимоотношение с тенью до взаимоотношения со своей теневой стороной и ты героя всегда строишь все равно через антагониста вот и по большому счету да если ты понимаешь героя ты уже до знаешь каким должен быть антагонист и наоборот если у тебя может быть есть антагонист и ты уже понимаешь как строить про что создавать героя у нас не совпадают часто антагонисты антигерой они могут да 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 об сами когда мы обожаем какую-то а калифорникейшн слушали ну про развратника это же прекрасная история да но калифорникейшн весь сериал ровно про это нам показывают как он захлебывается в этой желании близости который понимает как реализовать и нам показывают ровно вот этот весь этап просто все процессы кстати вот да он тоже туда же кучи прекрасный сергейшн да отлично тони огромное спасибо я очень рад тому что ты все таки все таки все таки смог и успел потому что я дико психовал успеет прилетит не прилетит задержит самолет не задержит потора часа задержали самолет каким вот видишь вот видишь если бы мы не перенесли ты бы не успел день и же гений понимаешь ты все правильно спасибо спасибо тебе огромное очень рад тебя видеть и очень соскучился и все ребят пишите в комментариях много 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 спасибо тони всяких эмодзи восторженных и и так далее все давай дружище историю на прощание я очень давно мечтал попасть тебе на подкаст еще год три назад и саша меня все не звал я вокруг саши ходил кругами и тут ты меня зовешь в момент когда я уже вообще не рассказываю в соцсетях про три путешествия я уже ушел в другую историю сейчас мы с мужицкой будем обучать мастеров игры распаковки про как презентовать себя в мир вся история там такого ребрендинга профориентации и прочего но то есть книжка у меня выходит про синдромы самозванца и же с ними в бомборе а когда выходит когда вы играли но мы сделаем евро подкаст на эту тему я зовешь я такой ну конечно как бы вселенная еще и с антигероем как бы лучше не вовремя чем никогда спасибо за это друзья вы прекрасно я наскринил себе кучу всего чудесного вы поднакидали каких-то еще даже киношек пару штучек с удовольствием гляну спасибо вам большое все давай дружище обнимаю так друзья мои значит на этом восьмую сценарную конференцию восьмую сценарную онлайн конференцию я предлагаю считать законченной мне кажется что все прям у нас с вами очень неплохо получилось я немножко расстроен тем что не удалось нину вывести но это не от нас зависело ну вот не боги vpn а не дали нам не дали нам сегодня интернета ну не получилось не получилось но в целом мне кажется что все прям отлично вышло классные все как на подбор классные гости классные темы вы тоже отработали просто на сто процентов ваши комментарии очень это очень важно и значимо да то есть то как вы все работали в комментах все эти два дня ну вот поэтому вы тоже молодцы что еще мастерскую порекламировать мастерская до идет набор на онлайн курс сценарий телесериала и давайте присоединяйтесь да по поводу нины тоже мы уже это все обсудили здесь с командой решили что сделаем с ними на отдельный эфир постараемся найти какую-то возможность может быть другую площадку какую-то как это сделать ну сделаем вот напишите отзывы да я сказал сценарий телесериала ссылка в описании приходите поступайте и в декабре начнем писать телесериал пишите отзывы в своих соц сетях понимаете вот отзыв что такое отзыв с одной стороны мне приятно до читать в ваших соц сетях отзывы про нашу мастерскую другой стороны это про наше мероприятие с другой стороны вы рекламируете да может быть кто-то из ваших подписчиков захочет тоже послушать записи до записи все остаются здесь и мне кажется что тоже есть вещи которые имеет смысл слушать и переслушивать все остается здесь на канале и самое главное что вы структуры когда вы пишете отзыв вы структурируйте то что вы получили потому что информации много да и может быть сложно как-то уложить и в отзыве вы пишите вот это запомнилось вот это зафиксировал да то есть записать напишите вашем отзыве что было важно что вы будете использовать своей работе потому что очень многие вещи которые здесь были да это было просто вот ну снайперское попадание в то что на мой взгляд то что сейчас важно это как как это должно быть так что подписывайтесь на всех участников и огромное спасибо конечно всем спикерам если кто-то сидит слушает из спикеров потому что я знаю что спикеры тоже часто сидят и слушают выступления других участников и я вас обнимаю люблю вас и пока пока